Я благодарю всех подписчиков канала Антитопор, кто помогает донатами, тем самым способствуя существованию канала. Вы тоже можете пожертвовать на канал любую сумму. Реквизиты Патреона, Бусти и Сбербанка под этим самым видео. Антитопор против топоров и рубит ложь фактами. Типичный Ближний Восток. Историю никто не хочет менять. Полуразвалившиеся. Здесь ли я остановился? Конечно же нет. Я долго откладывал поездку в Израиль, оставляя эту замечательную страну на десерт. Иначе говоря, я должен был объехать все страны, не признавшие Израиль, а их ни много ни мало 28, и только потом приехать сюда. Не сдержался, однако. Следы армян тесно переплетены со следами евреев и Израилем частности. Поэтому откладывать поездку на потом было неправильно. Столетиями паломники и путешественники стремятся к священным для них местам. Ведь святыни Израиля очень важны и для христиан, и для иудеев, и для мусульман. Гефсиманские сады и стена плача, храм гроба Господняя и мечеть Алякса, храм на Голгофе и скалы Массады нет числа святыням, связанным с библейскими событиями, памятью святых и чувствами верующих. А многое и этого самого библейского уж давно связано и с армянским присутствием на святой земле, вплоть до того, что понятие сионизм в некотором смысле стало понятием и армянским. Впрочем, как и стена плача. Только армянская стена плача находится не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. С этого города, пожалуй, я и начну повествование. Но сначала история. Когда армяне говорят об Армении от моря до моря, они имеют в виду Армению и империи Тиграна Великого, которая простиралась от Каспия до Средиземного моря, аккурат задевая северную часть побережья современного Израиля, от города Акко до Рош-Ханикра, что у границы с Ливаном. Напомню, чтобы в 71 году до нашей эры войска Тиграна разбили армию царя Набатеев Аретту III и дошли до Птолемяиды, современной Акко. Однако это событие нельзя считать началом армянского присутствия на территории современного Израиля. Скорее, военное вторжение. Тем более, исходя из армянских и еврейских источников, армяне в эту эпоху не задержались. Тигран II взял в плен около 10 тысяч евреев и депортировал их в Армению, поселив их в разных городах Армении – Армавире, Арташате, Ярвандашате, Сарахаване, Сарисате, Ване и Нахиджеване. Империя, как видите, не в счет. Поэтому первым присутствием армян на этой земле стало уже после принятия Армении христианства. Армяне стали стекаться на святую землю сначала с целью паломничества на закате древнего мира, если считать, как это делают историки до падения Римской империи 476 год Новой эры. И поэтому свидетельства, найденные артефакты, храмы армянские, рукописи и прочие только подтверждают. Так что армяне в этой части света были свидетелями и арабского халифата, о чем я еще расскажу, и крестовых походов. А армянки даже правили этой землей. Второе пришествие армян на землю обетованную произошло уже в начале 20 века, в годы геноцида. Ну а третье – это современные иммигранты, начавшие селиться здесь с 90-х годов прошлого века. Одним из таких переселенцев стал Арман Геваркян, перебравшийся в 90-х в Израиль. У Армана были и еврейские корни, что стало поводом для получения израильского гражданства. Теперь вся большая семья геваркянов и арапетовых проживают третий десяток лет в Израиле и активно принимают участие в делах армянской общины. А недавно, ну это из современности, в городке Петахтиква, ну там округ Тель-Авива больше даже в нашем понимании, чем отдельный город. И так в Петахтикве был открыт парк имени Шарля Азнавура. Но сейчас здесь в парке делается ремонт, и получается, что вот эта вот табличка, она осталась за забором, а сам парк вот за этим самым забором, где делается ремонт. Мы сейчас с вами туда перейдем, и я вам покажу еще кое-что, потому что, да, конечно, Израиль официально до сих пор еще не признал геннадцит армян, но, тем не менее, вот Петахтиква признала геннадцит армян, и здесь открыта такая небольшая стелла именно в парке Шарля Азнавура. Сейчас я вам покажу. Вот этот самый парк, о котором я говорил. Лавочки. Обратите внимание, эти лавочки точь-точь как в Ереване. С надписью Армения и гербом Армения, и с надписью вот на иврите Петахтиква и герб Петахтиквы. Такие вот лавочки. Ну и, конечно же, в парке Шарля Азнавура, как же без этой самой незабудки. Память о полутора миллионах жертвах армянского геноцида. Это случилось в Османской империи. 15-й год, 23-й год. Вот тут вот на иврите, на английском и на армянском языках. Так что, вот, Израиль частично признал геноцид армян, и есть вот такие вот знаменательные памятные конструкции. Память об этих событиях. Я хочу напомнить, что сам Израиль был также частью Османской империи, то есть завоеван Османской империей. Вот здесь вот ремонт, поэтому вот парк окружен забором. Все это было создано не без участия Армана Геваркяна и его товарищей, которым не безразличны армяно-израильские отношения и перспективы их дальнейшего развития. Вся община тут участвовала, очень большую работу сделали Роберт Оганян, Давид Галфаян, Менни Корсунский, еще многие, Артем Черномурян. Там есть еще много ребят, которые участвовали в этом, чтобы это все установить. Вообще тяжело было это сделать, потому что все-таки в целом-то государство еще не признало геноцид армян. Здесь была попытка в 2008-2009 год, по-моему. Она не венчалась с успехом. Я так слышал, что абшеронские друзья помогли не устанавливать это. Недавно, вот в 2020 году, как раз вот этот памятник наконец-то установили. Камень привезли из Армении, специальным грузом договорились с мерой города, чтобы установили памятник. Нужно было все, разрешение, все. И огромную работу сделали ребята вот эти. Остальные как бы кто как мог, финансово помог. А что, скажите, разве вот азербайджанская община, она такая здесь влиятельная? Я не знаю, я не могу сказать, насколько она влиятельная, но так как сейчас связи какие-то израиля с... Азербайджаном, да, политические. Да, политические, я думаю, это с этим связано. А исторические, скорее, тут корнями армянские связи. Конечно, да. Да, и в принципе, я так думаю, это еще знак абшеронским друзьям, чтобы понимали, что историю никто не хочет менять и... Да, и переписать. Да. Ну, в общем, вам удалось. Нам удалось, да. И было даже какое-то время, был конфликт израильского правительства с Турцией. И они сразу подняли вопрос геноцида, и здешнюю общину это возмутило, потому что, когда удобно, поднимается вопрос, когда неудобно, замалчивается. Также хотелось сказать большую благодарность, да, мэру города Петахтык и Раме Гринберг, благодаря которому, вот, получилось поставить и хотя бы хоть маленькую какую-то историческую справедливость восстановить. Каждый армянский пласт, наложенный на территории современного Израиля, оставили свои следы в этой стране. К примеру, по дороге из Петахтыквы в Яфо не повстречались руины дворца иерусалимской королевы Мелисенды, которая хоть и была наполовину армянкой, но наследовала любовь к крови. Вот за этим металлическим забором такой любопытный достаточно дворец, ну, уже полуразвалившийся дворец середины 12 века. Это дворец короля Болдуина II, короля крестоносцев, и королевы крестоносцев Мелисенды, внучки армянского князя Габриэла. Значит, Мелисенда правила Иерусалимским королевством почти 30 лет. Именно при ее правлении по всему Иерусалимскому королевству были построены сотни храмов, причем самые разножанровые храмы, и православные, и католические, какие угодно. Она очень поощряла христианство и не разделяла христианство на вот эти вот всякие разные направления, поэтому способствовала строительству любых храмов, только лишь бы люди веровали в Бога. Потому что сама она была очень религиозной, верующей женщиной. Ну, к сожалению, мы не можем туда пройти. Вот здесь вот ремонт, все здесь перекопано, раскопано. Ну, сами видите, к сожалению, в Тель-Авиве везде чего-то строят, и не всюду пройти. Ну, вот, что есть, то есть. В отличие от Мелисенды, Арда Армянская была чистокровной армянкой первой королевы Иерусалимского царства, поскольку предшественник Балдуина, его брат Готфрид Бульонский, не состоял в браке. Арда была дочерью армянского князя Эдессы Тороса и тоже внесла огромную лепту в распространении христианских храмов на территории Палестины. Ну, и еще одна армянская королева Иерусалима – Морфия, о которой тоже нужно сказать. Она была дочерью армянского князя Габриэла, правителя Мелитены. Также Мелисенда, о которой я упоминал выше, была старшей дочерью Морфии. И тем не менее, меня больше интересует в Тель-Авиве Яффо. Это старейшая часть Тель-Авива и один из главных портов Древнего Израиля, куда заходили корабли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим. Передо мной стояла дилемма. Либо я отправляюсь в Рамлу, что в 10 километрах от Тель-Авива, чтобы увидеть армянскую средневековую церковь, основанную армянскими купцами. Яффо, где тоже армянская церковь, но с более впечатляющей историей. Я выбрал Яффо, поэтому приглашаю вас отправиться со мной туда, если вам не доводилось еще бывать в этом крайне интересном месте. Только по дороге в Яффо мы остановимся ненадолго у одного любопытного места, которое я назвал Армянской стеной плача. Чем ближе я подходил к Яффо, тем больше здесь походило на Ближний Восток. Здесь же Явская часовая башня. Она же стала и вратами Яффо. Она была возведена из известняка в честь последнего султана Османской империи Абдулгамида II. Деньги на строительство пожертвовали тогда арабы, евреи и армяне, основное население Яффо конца XIX века. В синагогах, мечети и церкви сбором занималось духовенство, которое не догадывалось, что скоро настанут мрачные времена, когда население будет изгнано османами из Яффо. Позволено будет жить в городе только мусульманам и одному еврею Натаниэлю Марковичу. Он получил специальное разрешение от турецких властей остаться в городе, чтобы обслуживать и настраивать часы на башне. Армянских же священников постигла суровая участь. Турки повесили их у Явской стены, что рядом с часовой башней. Часть этой стены нынче принадлежит отелю «Де Сртай». И вряд ли кто из его гостей догадывается, что на крепостной стене этого отеля отняты человеческие жизни. Вот уж воистину стена плача. Армянская стена плача. В этой исторической части Тель-Авива в Яффо армянское присутствие отмечается с 5 века нашей эры. Здесь они поселились, и поэтому именно здесь основали свою первую церковь. По сути, если вы успели заметить, Тель-Авив отличается своей разножанровостью. А Яффо – это вообще такой типичный Ближний Восток. Его улочки, по сути, не отличаются от, скажем, тех же улочек в Бейруте или Омане или Дамаске. Здесь очень много ветхих зданий, но нас интересуют самые ветхие. И поэтому мы сейчас направляемся как раз к тому самому монастырю, той самой церкви, которые были построены армянами, здания этого монастыря. Еще в первом тысячелетии нашей эры здесь, в Яффо. Этот древний город кишит историей и мифами, начиная с ветхозаветных времен. Здесь герой древнегреческой мифологии убил Гаргону Медузу и освободил Андромеду. А в новозаветной книге «Деяния святых апостолов» здесь было видение апостолу Петру и воскрешена праведная Тавифа. В разные эпохи Яффо захватывали известные полководцы мира сего, среди которых Ирод Великий, Юрий Цезарь, Октавиан Август, Ричард Левинное Сердце, Салахаддин, Бейбарс Первый, Наполеон Первый и Бонапарт. Кстати, о Бонапарте. Напротив Явской пристани, за высокой стеной, раскинулся многоэтажный армянский квартал. Он настолько стар, что был свидетелем половины тех легендарных личностей, коих я упомянул. Судите сами. Армянский монастырь святого Николая, Сурб-Нихугаус, расположенный за крепостными стенами внутри квартала, был построен уже в первом тысячелетии нашей эры. Рядом с ним раскинулись в несколько ярусов жилые помещения, некоторые из которых сдаются в аренду. Весь этот комплекс находится в ведении армянского патриархата Иерусалима. Жители квартала – потомки армян второго пласта. Их западноармянский диалект оказался для меня непосильным. Контакт не сложился. Что касается самого монастыря и храма святого Николая, то он назван в честь покровителя моряков святого Николая. Оттого монастырь на протяжении многих веков давал приют паломникам и морякам, ищущим передышки в пути. Поговаривали и о целительной силе армянских монахов. Вроде как они были знахарями и чуть ли не с того света возвращали людей с помощью мази и трав собственного приготовления. Видимо, об этих целительских силах армянских священников Яффо знавал и сам Наполеон. Во время его кампании в Египте французская армия была охвачена чумой. Солдаты стали погибать раз за разом. Наполеон собрал больных бойцов и лично доставил их к армянским целителям святого Николая в Яффо. Им действительно удалось излечить большую часть солдат, но некоторые не выжили. И тем не менее Наполеон лично поблагодарил армянского патриарха и подарил ему собственную палатку и меч. Это событие было увековечено французским художником Антуана Жанна Гро на картине «Бонапарт, посещающий жертв чумы в Яффе». Автор изобразил Наполеона, навещающего своих больных солдат во дворе армянского монастыря святого Николая. Вот это комнаты такого отельного типа, где армянский патриархат сдает под гостиницы. Эти комнатки можно снять и жить сколько влезет. Главное плоти. Это вот верхняя часть этого самого монастыря. Но наверняка будет вопрос, здесь ли я остановился. Конечно же нет. Я думаю, здесь достаточно будет дорого, но мой отель был ни в коем случае не хуже, уверяю вас. Яффо, как маленький человек с большим сердцем. В голову не приходит, как вообще с такими крохотными габаритами можно иметь громадную историю, события которых оставили свой след как в священных писаниях, так и в мифологиях и летописях целого ряда стран, раскинутых на тысячи километров друг от друга, от Эфиопии до Армении и от Израиля до Бельгии. Примечательное и то, что совсем рядом Тель-Авив со своими современными кварталами, постройками, и все это удачно вписывается рядом со старинным Яффо. Иначе говоря, Тель-Авив это Ближний Восток с сединой в бороду и бесом в ребро. От того он старый, добрый и немного отвязный. Впрочем, мы задержались в Тель-Авиве и его округах. Пора бы отправиться в Иерусалим, город с особым армянским, в том числе колоритом, и туда, где сионизм вполне себе армянское понятие. Не верите? Тогда вперед в Иерусалим! Субтитры создавал DimaTorzok